По статистике Росстата, реальные денежные доходы россиян во втором квартале этого года снизились на 1,9%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому, как и в любое кризисное время, в 2022 году граждане с особой щепетильностью подходили к тратам и как никогда тщательно считали деньги, стараясь воздерживаться от приобретения товаров не первой необходимости. Но на чем именно экономят сегодня россияне? На одежде, на развлечениях или кто-то вовсе предпочитает экономить на продуктах питания и транспорте, отдавая предпочтение пешим прогулкам. Наш корреспондент подвел статистику и поинтересовался у тверичан, как и в чем именно стараются экономить жители. Сейчас в условиях жесточайших санкций в отношении российской экономики, падения уровня доходов во многих отраслях, люди зачастую ищут возможности для сбережения имеющихся средств. Например, согласно опросу в ЦИОМ, 24% россиян свидетельствуют, что начали больше экономить на еде с марта 2022 года. 32% сократили траты на парикмахерские, салоны красоты и косметику. Среди респондентов 40% таких ответов приходится на женщин, а 24% на мужчин. А на чем же экономят жители верхнего ожия, мы спросили у них самих. Где-то немножко на еде стараемся экономить. На детях точно не экономим. А как на еде именно экономите? Что-то не покупаете? Ну, подешевле немножко стараемся брать продукты. То есть там где-то, может, уценка или что-то еще вот наподобие такого. Тяжело сказать, на чем экономлю. Может быть, на продуктах питания как-то, одежду не покупаете новую? Не знаю, не знаю, затрудняюсь сказать, если честно. На еде. А как именно на еде? Покупаю продукты по скидке. Я экономлю на том, что, как бы, считаю, не нужно. Ну, то есть, как бы, я исключаю из рациона своих покупок те вещи, которые, как бы, начинаю чрезмерно употреблять, но, как бы, они мне не нужны. То есть, как бы, я не сказал бы, что я прям в основных вещах себя ограничиваю. То есть, как бы, я, например, там, как бы, одно время начал там очень много пить энергетиков тех же самых. И, как бы, я перестал просто их пить, и все. На еде. А как именно? Не ем. На хлебе. На одежде. А как именно на одежде? Не покупаете новую? Не покупаю дорогую. Покупаю дешевую. А вы? Я все покупаю, что мне надо. Мне муж хорошо зарабатывает. По опросу можно заметить, что тверичане чаще всего экономят на еде, стараясь покупать более дешевые продукты. Вместе с тем, как сообщают эксперты по фондовому рынку, экономика сегодняшней России оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали любые прогнозы. Прогнозы по ВВП официальные и экспертные улучшаются с каждым месяцем. Но все они сходятся на том, что экономический спад может длиться до осени 2023 года. А затем должна наступить стабилизация и постепенный рост показателей. Так что предпосылки для надежд на лучшее имеются.